Это бывшая котельная в посёлке Храли. Её строили ещё при Сталине в начале 50-х. Котельная отапливала птицефабрику «Заря» и дома в посёлке. Но фабрика перешла на автономное отопление. Содержать старую котельную стало невыгодно. В Хралях возвели экономный вариант. Эта котельная автоматизирована, то есть присутствие оператора не обязательно. По автоматике она регулирует погоду, по погоде определяет, какой должен быть теплоноситель. По субботу и воскресенье может быть задано так, что в субботу больше и в воскресенье, а в обычной не меньше. Это генеральный директор института Укроргстанкинпром расхваливает своё детище – новую мини-котельную. Коэффициент полезного действия – 92%, для сравнения у старой – только 60%. Котельные компактные, их строят практически во дворах жилых домов. А значит, путь от котла до квартиры – ближе, потерь меньше. При этом экономится до 30% ваза и в пять раз снижается расход электронной энергии. Такие котельные уже три года работают в Первомайском. Специалисты подсчитали – в год там экономят больше миллиона гривен. Жители Хролей признаются – пока квитанции за тепло – экономными не назовёшь. 938 за февраль, за март 773. Это только затопление. Разом я подраховала – 1150 трёхкомнатная. На эпидемии. Дуже, ве, лыки. Ну, как можно жить? Скажите мне, будь ласка, если я из своей зарплаты, допустим, 1300, я дам 1150. Чиновники оправдываются – газ дорогой, да и работает котельная недолго. Тарифы на сегодняшний день не изменились, поскольку котельная работает неполных два месяца. Но там то повышение газа, которое произошло в государстве, не отразилось на тарифах на данный момент. Поэтому люди уже получили порядка 30%, до 30% снижения платы за тепло. Алексей Топчий уверен – сэкономить таки удастся. И если газ не подорожает, в следующем году жителям Хролей горячие батареи обойдутся дешевле. Такие котельные чиновники региона хотят построить во всех городах и селах Харьковщины. А вот Людмила Нестеренко сетует – если тарифы не снизятся, придётся менять трёхкомнатную квартиру на однокомнатную. Ирина Клименко и Нажмут Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».